Создать самый длинный в мире фонтан предлагают Чебоксарам английские проектировщики. Масштабы нашего залива это позволяют. Сейчас в Чувашии находятся представители двух предприятий-партнеров, которые строят фонтаны по всему миру. С директором британской компании Giant Show с Борисом Штаймным и глава администрации Чебоксар познакомился этой зимой на выставке в Каннах. А сейчас Штайн и его немецкий коллега Маркус Каттерли приехали к нам с предварительным проектом. Они предлагают создать не просто фонтан, а мультимедийное шоу с огнем, лазером и видео, которое будет проецироваться на водяных экранах, созданных из мельчайших брызг. Эта компания с 20-летним опытом устраивала феерические представления на финале Евро-2012 в Киеве на празднике выпускников Аллы Паруса в Петербурге, работала в Катаре, Дубае, Стамбуле. Моя цель – узнать как можно больше о городе, о людях, которые здесь живут, что им интересно. Я не могу, сидя в Германии, придумать фонтан, который будет идеально подходить Чебоксарам, не зная ситуации, не зная города. Проектировщики предлагают создать плавающий фонтан, который будет перемещаться по акватории залива. Более того, проецировать изображение на водяный экран можно будет с двух сторон, чтобы и зрители смотрели шоу с двух берегов. Тюмная часть – это трехсотметровый фонтан. На сегодняшний день в мире нет фонтана такой длины. Остальная часть – светлые фонтаны – показывают ресурс вашего залива и тот объем, который может быть установлен. На этой картинке нет моста, который должен соединить дом правительства с театром оперы и балета, но его строительство не помешает установке фонтана, заверили гости. Наоборот, опоры моста смогут поддерживать систему труб. На встречу с проектировщиками пригласили ведущих архитекторов Чебоксары, они высказали предложение сделать такой фонтан, который будет работать и зимой. Это возможно, подхватили идею гостям, только вместо воды надо использовать огонь, а эффекта водяного экрана добиться с помощью снежных пушек. Вопрос цены пока не обсуждается, но чебоксарским властям хочется сделать город более привлекательным, в какую сумму бы это ни встало. А внешняя трансформация, как правило, тянет за собой подъем экономики. Продолжение следует...